Дорогие друзья, наконец-то пришел тот радостный момент, когда мы с Аленой Барли Парфюм сделали новый аромабокс. Вы очень часто спрашиваете у меня в директе, в комментариях, когда же будет, когда же будет снова он и вот он. И называется он осенняя капсула. Потому как каждая уважающая себя девушка должна иметь не только гардероб, состоящий из одежды, но и парфюмерный гардероб на каждый сезон. Вот этого парфюма, здесь 5 миниатюрок, селективного, очень стойкого, невероятно стойкого парфюма. Вот этого вот объема хватит вам на осень, даже еще и на зиму немножечко останется. Мы с Аленой нисколько образом не спорили и не сомневались, какие именно парфюмы войдут в эту осеннюю капсулу, поскольку вот это моих 5 любимчика на эту осень, они просто вот, я ими обливаю с головы до ног, очень люблю и прям вот мои фавориты. И Алена со мной согласилась, что да, очень популярные, очень вкусные, абсолютно всем нравящиеся парфюмы. И людей, которые скажут, фу, это не мое, их не существует в природе. Это парфюмы, которые, в общем-то, подойдут каждому человеку. Итак, начнем. Книжечка такая прилагается к нашему аромабоксу, где вы увидите здесь фотографии вот этих флакончиков, как они выглядят в реальной жизни, и описание с нотами, которые входят в состав этого парфюма. Так, первый парфюм, ну, его те, кто любители парфюма, точно должны знать, это Вертус Наркосис. Это мегапопулярный парфюм, который просто с ума сводит окружающих. Он очень яркий, очень стойкий, очень необычный. И в его состав входят ревень, кофе, кардамон, мандарин, манго, имбирь, амбра, ветивер, серая амбра и персик. У меня ассоциация с этим парфюмом, как будто вы, знаете, сидите на даче осенним таким вечером, закат. Сидите вы в теплом свитере, в кашемирном или в шерстяном. Веранда, окна, за окнами падают эти вот листики, окно приоткрыто, легкий ветерок такой, еще не прохладный, а довольно-таки осенний, теплый. И запах такой, знаете, травы, которая уже вот прогрелась на солнце за лето, и она еще не начинала видать. Но она такая уже очень-очень согретая, очень спелая, зрелая трава. Вы, возможно, курите кальян, потому что у многих этот парфюм ассоциируется с ароматом фруктового, вкусного кальяна. Пьете кофе, в состав этого парфюма входит кофе. Кофе такой крепкий, закусываете его сушеным манго или, может быть, персиковым вареньем. Кутаетесь в этот свой свитер, смотрите на закат, такой оранжевый, сочный, и наслаждаетесь золотой осенью. Вот такой это аромат. Волшебный, бесподобный, действительно наркотический, просто. Какой-то невероятный, сочный, немножко такой вяленый компот. А, кстати, некоторые считают, что аромат ревня, им кажется, похожим на аромат марихуаны. Вот, но я не знаю, это уже на любителя. Я здесь марихуаны не чувствую, чувствую только очень спелую траву. Следующий аромат, любимый уже всем полюбившийся Киллиан, Woman in Gold. Но уже само название говорит о том, что этот парфюм должен был быть в осеннем аромабоксе, потому что переводится он как «женщина в золотом». И как раз я представляю этот парфюм на женщине, одетой в такой золотистый бежевый плащ, очень дорогой, с дорогой сумкой, которая идет по мостовой к своему автомобилю роскошному. Она немножко листья у него под ногами шуршат, она цокает каблучками. У нее такие красивые, знаете, вот надушенные этим ароматом волосы. Женщина, которая носит этот парфюм, в ее жизни не бывает драм. Она, знаете, такая залюбленная, заласканная. Она очень как раз, такая у нее очень стабильная жизнь. Она точно знает, что будет завтра. Она точно знает, что в ее жизни не может быть ничего плохого. В состав этого аромата входит ваниль, роза, герань, бергамот и мандарин. Но мне все время кажется, что это медовый аромат. Вот у меня прям какая-то такая медовая, очень дорогая сладость. Это правда аромат роскошной женщины. Простушка будет себя в нем чувствовать неуютно. Именно вот если вам хочется почувствовать себя роскошной, вечер какой-то осенний, свидание, красивое платье, плащ, вот это аромат для этого. Хотя он не навязчивый, поэтому он подойдет и днем тоже. Он не чисто вечерний такой, когда просто вырви глаз, умри все живое, я на вечер надушилась парфюмом. Нет, это очень тонкий нежный аромат. И если вы хотите днем им пользоваться, то лучше вот так вот пшипнуть, вот так войти в это облачко, потому что он очень насыщенный, интенсивный. Его можно делать как слегка таким чуть-чуть, так и насыщенным, когда просто за вами будет такой шлейф, что люди будут как эти, собственно, идти на ваш запах, как зомби. Итак, следующий аромат. Это просто любимчик всех, кого я только знаю. One Umbrella Fortun. Один зонтик на двоих. Это компания Fleuracay или Fleurayku, по-разному все ее называют. Не суть важна. А то, что это производители Memo, если вы знаете такой парфюм, которые вот решили сделать такую очень дорогую, очень роскошную линию в японском стиле. И этот аромат, вы только вот послушайте, какой у него состав. Состав у него черная смородина, чай, белый мускус, кедр и воздушный рис. И вот это сочетание дает ему, знаете, такой аромат печенья с черной смородиной, такого песочного печенья с черной смородиной. При этом вот у меня такая ассоциация, что как бы двое влюбленных бежали, значит, по улице под одним зонтом, таким хлипким маленьким зонтиком, который ветром во все стороны раздувало. Они, в общем, все промокли, несмотря на то, что они были под зонтом. Но они хохочут, потому что они влюблены, им все нравится. Забежали домой, скинули с себя вот мокрую одежду, быстро одели махровые халатики, налили тазик с горячей водой, положили туда ноги, включили сериал «Друзья», сидят в обнимочку и пьют чай с вкуснейшим, там, песочным пирогом с черной смородиной или с печеньями с черной смородиной. И они вот целуются, такие печеньковые поцелуи, уют, за окном дождь, бьет в стекло, а им хорошо, здорово, они влюблены. Вот такая у меня ассоциация с этим ароматом. Никого не оставляет равнодушным. Очень гурманский, вкусный, хочется съесть человека, на котором этот аромат. Второй аромат, то есть это уже, получается, четвертый аромат, очень большая редкость, новиночка от Труссарди, такой вот гончий, видите, собачка здесь. У него очень сложное название, сейчас зачитаю. «Пасиджата ингалерия Витторио Эммануэлли 2». Это аромат тоже гурманский, потому что осенью все-таки хочется чего-то теплого, чего-то согревающего, вот эти вот гонять чаи на верандах, укутавшись в плед. Вот как раз у меня ассоциация, что это кафе, может быть, какой-то бранч дневной, собрались подруги. А кафе, ну, там немножко прохладно, потому что это такая терраса, веранда кафе. Вот, они попросили пледы, им принесли такие клетчатые пледы, они укутались, но при этом им хорошо, свежо, то есть им не хочется заходить еще в помещение. Тоже золотые листья, солнышко, такой вот хороший осенний день. Они пьют ореховый фрапучино, потому что в этом аромате орешки. Этот аромат состоит из, внимание, орех, кофе, корица, тубероза, кокос, жасмин, ваниль и кедр. То есть это такое ореховое фрапучино, возможно, на кокосовом молоке, возможно, с ванилью. Просто такой невероятный, тягучий, такой кофейный напиток. Девчонки сидят, болтают, может, кто-то рассказывает там свои помолвки, показывает кольцо. То есть это такой счастливый день осенний, завернувшись в пледики, под эти ароматы кофе с орешками, проводить свою осень. Аромат очень комплементарный. То есть просто люди на улицах подходят и говорят, чем от вас пахнет. Не избитый, потому что мало кто вообще с Труссарде знаком с маркой селективного парфюма. Итак, последний аромат в нашей осенней капсуле. Это мой любимчик. Я просто его фанатка. Открыла для себя его летом этим, но носить стал только сейчас осенью. Хотя это не новинка аромат, но вот как-то я дошла до него только сейчас. Это Фредерик Мали, роза и кожа. Вот так вот выглядит этот аромат. И у меня он ассоциируется с таким, знаете, прохладным осенним парижским утром. Девушка, у которой накануне было свидание с любимым человеком, и он подарил ей охапку душистых таких, таких холодных, таких хрустальных роз. По своему звучанию аромата, такой хрустальный чистейший розовый аромат. И вот она с утра, после ночи любви, страсти, нежности, она возвращается к себе домой. Идет она в такой дорогой кожаной куртке. Как вы знаете, есть тонкая, очень мягкая, нежная кожа, которая фантастически пахнет и прижимает к груди охапку вот этих свежих роз, которых ей подарил ее любимый человек. И вот она такая счастливая, такая вся в воспоминаниях, в воспоминаниях об этой ночи. Нюхает эти цветы, они сливаются с запахом кожи на куртке. В общем, это какой-то волшебнейший аромат. В его составе герань, черный смородин, который я здесь вообще, конечно, не слышу, перец, вот он здесь слышится, кожа, роза, ветивер и кедр. Аромат, если его вот так слушать, может показаться рисковатым. Таким, да, специфическим, но с ним творятся просто какие-то волшебные вещи, когда его наносишь на свою кожу, на теплую, холодную, неважно, на любую кожу. Вот когда он соприкасается с кожей, здесь происходит какое-то просто магия, волшебство. Это становится настолько женственным, настолько тонким, настолько вот именно такой любовный аромат, как женщина после ночи страсти, любви. В кожной куртке и с охапкой роз. Итак, друзья, пять лучших ароматов для этой осени. Гурманские, изысканные, сладкие, вкусные и сексуальные. Все для того, чтобы каждый ваш день был разным, чтобы под каждое осеннее настроение, под каждый осенний наряд вы носили разные ароматы. Вот такие вот миниатюрочки, которых на самом деле довольно намного хватает. Они не быстро кончаются. Вот. И они настолько стойкие, что ими не нужно опрыскиваться с ног до головы. Достаточно там парочку на запястье, на шею, может быть, на виски чуть-чуть прибрызнуть. Некоторые вообще ароматы, смотрите, как бы дозируйте по собственному разумению. Я, например, просто люблю пшикнуть над головой и войти в облачко. Тогда получается более тонкий аромат. Вот. Описание. Вот такой мешочек. Очень удобный с собой в машину. Бросить в сумочку, я не знаю, в поездку. И книжечка, где вы всегда будете знать, во-первых, по флаконам. Будете вспоминать, что я вам показывала и какие ассоциации вам с каждым парфюмом говорила. Ну и состав. Чтобы в дальнейшем, может быть, приобрести большой флакон, если он западет вам в душу. Мы с Аленой очень старались, действительно, тщательно подбирали, чтобы именно на эту осень ваш парфюмерный гардероб был укомплектован. И ваша парфюмерная капсула была у вас всегда с собой под рукой. Заботливо составленная двумя парфюмерными маньячками. Так что заказывайте парфюм «Рамо Бокс» уже в продаже. И мы очень хотим знать ваши отзывы, чтобы вы тоже рассказали, как вы себя ощущаете в каждом из этих парфюмов. Всегда ваша Антиса Чехова и моя подруга по любви к парфюмам Алена Барли Парфюм.